Здравствуйте! В эфире программа «По волне моей памяти» и я, её ведущий, Олег Нестеров. Помните, как в 70-е годы страна вместе с группой «Песняры» распевала такие песни, как «Олеся», «Белоруссия» и, конечно, «Вологда». Сегодня у нас в гостях первый исполнитель песни «Вологда» Анатолий Кашипаров. Здравствуйте! Здравствуйте! Анатолий, у нас для вас сразу сюрприз. Сейчас здесь на экранчике. Субтитры создавал DimaTorzok Кто отвечал вообще за материал? Муляин один? Нет, конечно же, не Муляин. Это кто-то из Москвы, кто в колонном зале готовил этот вечер. И мы буквально эту песню сделали за минут 15. То есть была расписана партия баянов. Естественно, что мелодия от мелодии просто... Ничего не осталось. А почему? Почему вы вдруг решили её изменить? А она как-то легла... Ну, это, конечно, видение Муляина было. То есть он взял и изменил мелодическую линию? Да, да, да. Совершенно. И вот она как-то вот пошла. И, кстати, из всех песен... Ведь программ было много сделано песнярами. И мы всегда, когда новая программа, то, наверное, песен 50, 70, там 100 готовилось. Из них, естественно, что оставлялись только те, которые работали на сцене, да? Ну, 30 там песен, да? Вот. А остальное в забытьё уходило. Вот. Столько песен ушло. То есть вообще и не исполнялись, и не записывались? Всё. Это была фабрика. Вот как... Не современная фабрика. А была фабрика производства этих вот песен, понимаете? Вот. А почему делали с таким запасом? Почему делали 100 песен, а исполняли 30? Почему делали с таким запасом? Все ребята были просто страшно работоспособные, плодотворные так. В том смысле, что вот у нас были 3-4 концерта, представьте, 3-4 концерта в день. Мы уезжали на месяц 120 концертов. Из них были перелёты ночами там, ну, отдельно все это. И в промежутках мы ещё репетировали, и успевали даже поесть иногда, вот так сказать. Ну, 3 концерта, это первый, значит, в 5, второй в 7. Это выходной был. А первый утром, наверное, в 12. Там 2 часа там перерыв был, концерт минимум 2,5-2,40 был. Вот так сказать. Серьёзно такой, солидно, наверное. Какая, может быть, песня была самая сложная? Ну, вот не удавалось, и в конце концов её, может быть, победили. Самая сложная вроде так. Да, я вам скажу на удивление, даже вот песня о доле, которая была сложной, и это одна из лучших работ Мулявина, я даже не потому говорю, что я там в ней главную там роль, или у нас там девушка пела, всё. Вот, а потому что по всей музыке, Мулявинской, там было очень много музыки Мулявинской. Даже мы её сделали за 7 дней. То есть настолько работоспособный был коллектив, я даже затрудняюсь сказать, какая же всё-таки. Всё, всё удавалось. Какой у вас был боевик? Номер один. Вологда по 2 раза пели. Вологда по 2 раза пели. И я не могу иначе. А я не могу иначе ещё. А так все песни, в общем-то, все... Все Ирушники, Косевьясь, все от начала до конца, всё шло очень. Такие есть и даже не крупные площадки, как дворцы, а вот, ну, поменьше, там, полторы, две, три тысячи, Россия. Все, почти от первых песен и до последних все шли на бис. Вообще, что из себя представляла группа Песняры? Вообще, для простого человека, вот сейчас, оглядываясь назад, это такие серьёзные парни, все с усами. И такие просветлённые лица, такие немножко даже монахи какие-то. Что они, чем живут? Вот дают настоящий музыкальный продукт. Все поют их песни, гордятся. А что из себя Песняры представляли изнутри? Что это было за сообщество? Ну, вот, как это всё возникло? Ребята служили просто в армии. В общем-то, заслуга там, я считаю, огромная не только Муляевина, а Яшкин такой, Валерий Яшкин. Он и здесь в Москве много, так сказать, поработал. Ариэль программы ставился, тоже огромная. Изначально даже Муляевин вот боялся, что вот не получится. Ведь они были как аккомпаниаторская группа, в общем-то, там, Эдуард Митцуль такой был у нас, шикарный певец в Беларуси. А потом, глядишь, начали, так сказать, петь. Совершенно нормальные, просто связанные по рукам и ногам музыкой ребята, которые служили в одном, мы скажем, полку у Ручья под Минском. Костяк вот оттуда организовался. То есть, Тышко, Муляевин, Яшкин, вот. А потом просто влечение музыки просто продолжилось, как филармония. Ну, тогда что было? Вот Муляевина жена, она свистела. Они как бы аккомпаниатор был. То есть песниры сначала под свист подыгрывали? Они аккомпаниаторы были, вот. А потом попробовали петь. Отделение потом Митцуль был, вот. И Ливоны, вот. Первое имя было Ливоны, в общем-то. А кому в голову пришла идея вот с фолком? Вот эти вот усы, вот эти костюмы и, в общем-то, фолк в интерпретации электрогитар? Это вылилось само собой, понимаете? Как-то тут все самое такое натуральное, настоящее, оно выливается. Там не надо ничего придумывать. Оно уже было готовое. То есть любили песни? Да, любили песни. Народные. А все остальное, внешний вид, он образовался уже по ходу действий. А как песни искали? То есть ездили в Сеулы или просто их слышали из детства? Я вам скажу, что так получилось, что фофер, как и украинский, и белорусский, много, значит, тысячу песен на украинском, тысячу на белорусском. Это у песняров было? И у песняров, да, так сказать. Ну, мы до сих пор есть это все, антологии, так сказать. Но мы ездили постоянно, вот, значит, Мулявин, Лучинок такой, помните? Вот, Игорь Михайлович и я, так сказать, вот, принимал пару раз, на поле все ездили. В экспедициях. В экспедициях, да, на машине, где там на плотах переплывали даже. И вот бывало так, что вот бутылочка на стол ставится, приходит какая-нибудь бабка там, вот у них заканчивается работа, и понеслась. Они вот, как откроют, чистыми открытыми голосами, там, 50 грамм, там, 60, и все. То есть так пели, что, ну, действительно, тогда, ну, и мы на этом, как говорится, на этом держались, и, в общем-то, зародились на этом, да, и это было настолько, что даже слеза вышибала, вот, как они эти вот старички там. Ведь они, Господи, пришли с поля, а через неделю, может, их не станет уже, понимаете? Вот на этом. И все это записывали на магнитофоны, как-то расшифровывали, и... В основном на ноты, на ноты тогда. На ноты, на ноты. Магнитофоны тогда. Не, ну как, если за столом бутылочка, как на ноты-то записывать? Или все равно... Запоминали. Запоминали. Это же, в общем-то, народный фольклор, он... Он поэтому и есть, что это же... Это отобранное народом уже то, что надо. Там не надо запоминать, оно просто в тебя проникает. Приезжаете в Минск, и дальше идет такой репетиционный этап. Как рождается песня? То есть кто-то писал аранжировки, или вы вместе играли, и, по ходу, это как-то все создавалось? В начале, в общем-то, все вот аранжировки вот такого классического стиля письмиров, именно Мулявин. Мулявин. Это ему, как говорится, дано было Богом просто. Ведь все-таки разобравшись, он не по классу композиции, он заканчивал не консерваторию, он закончил просто по классу гитары училище музыкально. Ну, видите, как к нему все вот слилось воедино все, что вот те же самые до сих пор там и Косевьясь, Конюшины, это же его обработка, и Реченька, и Рушники там, ну, все вот, которые сейчас можно слушать. И ты мне весной, вот, который, ну, классика, вот теперь, хочешь не хочешь, а это классика все-таки осталась. Она, видите, она ему просто пришла каким-то образом, вот, понимаете, вот, был простой аккомпаниатор, он же не пытался даже петь, вот, в принципе. А тут и запели, да еще как он, хороший голос у него. А вот касается голосов песниров, потому что, ну, это такая отличительная, серьезная отличительная особенность, потому что так как песниры, пел мало кто, то есть у вас были чистые, ну, поразительно чистые, светлые голоса. Это все тоже заслуга Муляева, то есть он отбирал, искал и приглашал. Ну, это спасибо вам, что вы вот так вот... Нет, вам спасибо. Спасибо, это вам спасибо изначально. Конечно же, все, как говорится, взвалить на Мулявина нет, нельзя. Он просто, да и те времена, да и сейчас я считаю, что правильно, когда есть человек-лидер какой-то, потому что ваше мнение одно, мое другое, этого третье, это, извините, получится бардак, вот. И мы, а мы все как-то, да, он все воспринимал, он и мое мнение воспринимал там, и Месевича, и кого угодно, так сказать. Мы во время репетиций слушали все, все участвовали, это была репетиция. Голосовая, значит, голосоведение там, значит, ну, как звучало, иногда, может быть, у меня вверху с экспрессией звучала эта нота соль больше, я пел вверху, иногда, значит, я там внизу был. То есть у нас не было такого, что вот ты тенор, ты второй там, басбарит он, нет, такого не было. У нас совершенно все это взаимозаменяемо было, и мы во время, процесс был творческий. Творческий. А как Мулявин вас нашел? Вы пили тогда в «Интуристе», неплохо, но рынка зарабатывали, парно шел. Откуда вы знаете? Шизгара, наверное, была вовсю. Нет, понимаете, я учился в политехническом институте, и вот оттуда ребята из архитектурно-строительного, значит, мы сделали свои костюмы, шили с ипалетами, гитары, наматывали звукосниматели сами, гитары вырезали, все сами. Колонки сделали из кинапа такие, у нас были «Синие гитары» называли. Синие гитары. До сих пор один из нас, значит, он главный архитектор нашей Белоруссии, там, значит, шабалин такой вот. Ребята были такие, ну вот, хотелось нам, это же ведь было лучше в ту пору, чем лучше в подвале. По подъездам шастать. Да, чем по подъездам. Да. Уньте. Вам просто не надо ничего, все это. И мы просто, как говорится, тоже единым. И я попался, вот, так сказать, в «Интурист», который нас прослушивал, там, 17 раз на уровне министра культуры, а на 17-е прослушивание признали меня как певцом, там, как солистом, и оставили этот коллектив в покое. И вот пришел потом Моллер и Мулявин два раза, и все, на третий день я ушел на репетицию, так сказать. Ну, долго думал, думал, справлюсь, не справлюсь. Ну, сначала же был какой-то, какие-то опасения, песниры уже к тому времени же. Да, они вот сразу после конкурса, так сказать, там, «Темная ночь», «Ты мне весной», и они как-то взлетели, и именно новое звучание, новое какое-то вот. Конечно же, это для меня было так ужас, я не спал ночью. А потом он пошел, и через три дня, так, на репетициях, концерты шикарно проходили. Ну, еще тогда голосовой был парень такой. А что за человек был Мулявин? Вот расскажите о нем поподробнее. Он же был, ну, вашим другом, и ключи от квартиры, ну, последние годы, по крайней мере... Правильно, откуда вы это знаете? Секрет. Секрет. Вот это да. Нет, ну, это действительно так очень. Это удивительно. Это действительно так было. Я вам скажу, для меня вот то, что произошло в последние годы, я просто так получил, что не мог был какие-то 5-7 лет приехать сюда. Вот. И когда я приехал все-таки сюда, для меня было вот удивление, что произошел какой-то скандал, что там с группами произошел там разрыв, что они ушли там. Ну, женщины, конечно, я их не оправдываю. Ну, конечно, там что-то сыграло, наверное, свое вот. Но удивительно, что это, как говорится, этому влиянию поддался Мулявин, потому что он был, в общем-то, такой жесткий человек, понимаете? А тут я его увидел вдруг, в церковь зашли, и вдруг он как начал молиться там, значит, чуть ли не головой там, а полдиться. То есть я увидел искренне, я увидел в глазах слезы какие-то, то есть что-то такое произошло, понимаете? Что-то произошло, вот я хочу, как говорится, понять то, что же все-таки произошло, не до конца еще совсем вот понятное. И вдруг я увидел совершенно другого, вот, как говорится, Мулявина, вот. И то, что он на поводу, конечно, пошел много вот в своей жены, ну, она как актриса это была, да, наша, Пенкина там вот. Но это как у Битлз практически, Лена, ее клон. Женщины, да, они иногда, если, ну, я считаю, что это редко когда. Конечно же, тут сразу разногласия много возникают, и какие, и прежде всего, наверное, материальные, и моральные. Я не знаю, не хочу в это вдаваться, потому что я свою жену не подпускал к этим делам, в общем-то. И когда она появлялась в коллективе, то все в коллективе сразу хорошими, семьянинами становились все, порядочные, все кругом, порядочек был. Вот, поэтому я думаю, для меня это до сих пор, так сказать, что вот это произошел, этот разрыв, раскол. Ну, у Мули было, я считаю, мое мнение, это мое, что таких людей, как он, просто не уберегли. Его надо было беречь, понимаете. Все-таки он личность. Пускай там какие-то, ну, мы все там на какие-то ошибки имеем право там на все, вот. А этим людям, я считаю, что они им дозволялись какие-то и большие ошибки, но мы их должны были беречь. Кстати, кто придумал фирменные усы? Половина мужского населения СССР носила усы, как у песняров, но не половина, но треть точно. Ну, это может быть в ту пору, хотя мы тогда старались быть как, ну, подражали все равно. Бетлам, правда же, да? Мы в ту пору... То есть, все-таки бетлы и на вас повлияли? Все равно, это однозначно. Каждый аккорд там кто-то приносил, а я вот сейчас знаю, вот это, там, семерка, там, восьмерка. И даже в песнярах так было? Нет, в песнярах уже нет, не было, но я имею в виду до того. Да, в синих гитарах. Все-таки, да, вот все-таки какие-то, так сказать. Ну, а мне, конечно же, приятно, что все-таки вот столько... Вот даже сейчас, через такое время, люди помнят. И вот где вот я там пою, сейчас много ребят, вот сейчас новый коллектив, вот там есть Беловежская пуща, очень приятный парнишка там тоже поет, такой симпатичный коллектив. То есть, меня это радует, что есть продолжатели уже, что есть, что мы не зря все это, потому что я вам скажу, что и тот же Яшкин, да и та же я, так сказать, что мы отдали, ну, все, в то время отдавали. Вот, кажется, вот эту ноту, ну, взять невозможно. Мы ее отдавали, хотя я знаю, что я на ней половину там засаживал горло, извините. Но мы пели, мы до сих пор у нас как-то открытые, закрытые голоса. Там в оперном, когда бывало, выступаешь, они говорят, ребят, да как вы поете? Говорит, вы берете там соль, ля, си, до, говорит, по нескольку раз в день. У нас, говорит, солист возьмет ноту соль, он две недели отдыхает. Парни хоть куда? Статные, волосатики, как так говорили, с усами, в костюмах, поющие сказочными голосами. Ну, и грех на таких не засмотреться. Три концерта в день, перелеты, репетиции, ну, наверняка вы имели кучу поклонниц. Ну, в общем-то, да. Все как-то из наших ребят там по два, по три раза получалось так вот, что как-то... Вы женились? Вы выходили сам? Только я один получился. У меня хорошая жена, симпатичная все, и 26 лет живем в едином браке, столько детей вот. А на концертах действительно в ту пору ломились гримерки девочки, процентов 80 было женского населения в зале, это 100% было. То есть песниры была все-таки женская группа? Да, ну, у нас все-таки были симпатичные. Один Леонид Тышкошев стал, красавец, усы такие. Вот там, ну, и остальные ребята такие, не подарки были все. Конечно, жалко, что вот так вот время, конечно, забирает все. И красоту, и жизнь, и память, и все. Ну, память-то как раз меньше всего. Благодаря вам, наверное, она все-таки остается. Ну, а лавсторию вашей жизни, где и когда вы познакомились со своей будущей женой? Как началась ваша любовь? Я познакомился, она тоже белорусская, с Витебска, но беленькая. А вы из Витебска? Нет, я сам с Минска, а она из Витебска. Мы работали концерт в Витебске, и, ну, скромная такая женщина, ну, девочка такая, хорошо. А у меня что-то непорядка было с горла, вот, я вроде пошел на второй этаж. А она какой-то там начальник была, вроде как мимо своего кабинета, ну, пригласил в кино. Тогда в кино приглашали, извините. Ну, она приняла приглашение, вот и все, и с тех пор мне все понравилось, вот и все. И я рад, что я отдал все ей в руки. А давайте-ка мы поговорим про Америку. Давайте. Ну, про Америку 1976 года. Это что ж такое? Советский вокально-инструментальный ансамбль едет в логово империоризма. Кто разрешил? Кто пропустил? Что это была за эта фантастическая поездка? Я читал журнал «Ровесник», где, может быть, вы помните, где была шикарная статья про вашу поездку, про восторженные отзывы американцев. Американцы, фотографии, что какие спектакли вы там музыкальные играли. И, ну, песниры были для американцев откровением. Тем не менее, как вы туда попали? Мы попали, у нас же в то время образовалась как бы вроде золотая пластинка, там выпущенные миллионы как бы дисков вот таких вот, да. И мы попали, нас пригласили в Каны. Это ведь конкурс, который каждый год проводится там. Вот. И мы приехали, и с нами поехала еще тогда Пугачева. Вот. И как-то она... Мы аккомпанировали пару песен тоже, кстати, вот в то время. 75-й год, да, или какой-то. Вот. Ну, конечно, для нас это было потрясающе. Каны, понимаете? Там 10 тысяч мест, крытая такая площадка. И мы все пришли, знаете, в таких бабочках, в таких серьезных строгих костюмах. А попали на какой-то роковый концерт. Там все сидели без маек, там, без ничего, понимаете. И мы одни как эти, как черные пугалы, сидели в костюмах. Вот. Концерт потрясающий, звучание, все было. Мы просто обалдели. На следующий день мы кто оделся, кто во что, чего гораст. И концерт был... Какая-то серьезная классическая группа. Все пришли в смокингах, а мы пришли в джинсах. Такие вот как раз разгильдяи. А вы сами ты пели в камерах? О, нас там приняли шикарно. Там прям продюсеры подходили. Вот ко мне хоть 6-7 контрактов тут же. То есть вот подписывай и уезжай. Англия, там, Греция, Америка, все. Мы отправляли представитель госконцерта был. Вот. Для них это было как это госконцерт. Вы же поете, вы же работаете. Мы с вами чем хотим. Все вот. И вот оттуда образовалась поездка вот на Штаты. То есть, естественно, что предложение было. Все, кто там участвовал, я знаю, ну, мы же общались и все. Что нас все там пригласили, вот, так сказать, во все страны, кто там присутствовал, все. Но вот этот Сет Харрисон, который был от Америки, вот он оказался такой, вроде как, ну, коммунистом склонен был там еще. То есть у него была нормальная биография. Да, у него была биография. У него бедварянская семья, дядя тракторист американский или ковбой, а он продюсер. Ковбой, да. Но он оказался такой упорный, настойчивый, и он настоял, чтобы именно нас пригласили туда. Америка, вы приехали туда в 90-м году. Первое время пришлось нелегко, потом у вас была своя пиццерия. И по слухам, даже сами в горячие времена, по вашему собственному выражению, есть вдруг хотят все вместе. И мотоциклистов не хватало, и велосипедистов, и машинистов. И самому пришлось и пиццу разводить. Чем вы занимались все эти годы? Вы бизнесмен, преуспевающий. Что это было за период? Ну, не совсем есть более преуспевающие, конечно. Но я доволен, что все-таки я, будучи вроде как-то в свое время, когда еще в аварии были в пик популярности, мне как-то, по-моему, в Кисловодске, где-то в аэропорту в каком-то, мне 48 бутылок шампанского подарили вот так вот, со столов. Это говорило о чем? Это говорило, что были популярны, правильно? При всем при том, понимаете, я себя поставил, смогу ли я выдержать вот эту американскую жизнь? Конечно, когда ты там приезжаешь молодым, это одно. А когда ты приехал уже, ну, не тот уже, понимаете? И когда у тебя семья, и ты пытаешься, конечно, это совсем другое. Но я выдержал, и я горжусь этим. Ну, а концерты? Вот первые концерты в Америке. Что это за публика? Что вы играли? Думали ли вы над своим репертуаром? Вот как? Нет, мы как раз играли то, что играли вот наши вот это ранние песниры, рано на Ивана. Естественно, что американцы, я даже не побоюсь сказать это слово, обалдели. Потому что они все вскакивали, они эмоциональны. А публика была, естественно, что мы поначалу вроде как по студенческим там залам были, вот, да. А потом, когда второй раз поехали, третий раз, когда там закрыли всю поездку, я не помню, там пустой самолет прислали вообще там случайно. То были разношерстная публика, приходили со слезами, и пожилые люди, и целовали, и все это. Они не понимали, ну, им там переводили, как могли, перевод этих песен, но им это нравилось, выше крыши. В общем-то, и нам предложение, вот так вот было. Ребята, оставайтесь. Взяли, кто-то сказал, что могут остаться, и, пожалуйста, милости просим. Пустой самолет прилетел, Л-62, помню, и мы улетели в 8 утра. Где-то через, это на третьей поездке уже. А могли бы песниры остаться, да? Нет, остаться нет. Ну, сейчас-то можно сказать, анатолий. Нет, остаться никто бы не оставался. Никто. Ну, нас приглашали на полгода работать. Мыслей даже не было, я вам клянусь. Я понял. Да я что? Это уже потом, когда вот этот союз, я знал, что все равно. Развалится он или не развалится, я знаю, что я к друзьям поеду в Америку, съезжу все равно. Ну, а тогда были ли джемсейшены с каким-то музыкантами? Вообще кто-то из знаменитых музыкантов дал какие-то рецидии на ваши концерты? Ну, вот мы были, так сказать, и в Бродвейском театре одном, значит, работали. Потому что там много этих театров. Можести, по-моему, такой театр. Вот приходили там и из Бетлов, значит, вот. И очень даже понравилось. Они там за вокал вообще одурели там, значит. Кто из Бетлов-то приходил? Харрисон? Харрисон. Харрисон, да. Ну, это Харрисон, любимый эстет мировой музыки. Вот, и он очень так потрясающе так отозвался там все. Естественно, что пресса там, они как, у вас цветные телевизоры есть? У вас это есть? То есть они, информации никакой не было, естественно, что. Но когда они услышали, вот, все-таки музыка, понимаете, она их связывает. И о нас писали все добрые статьи. Ну, а если писнеры были все, то чего же Анатолий Кашипаров ушел из писнеров? Ведь все было прекрасно. Америка, гастроли, три концерта в день. Понимаете, какие-то кризисные ситуации на протяжении, хотя писнеры прожили, может быть, больше, чем какой-либо другой коллектив в таком нормальном, в золотом составе, да? Сколько были писнеры в золотом составе? Ну, я думаю, что, да, лет 15, однозначно. А то, может, и больше даже. И у нас был какой-то порядок. У нас, вот, о том, как бы сейчас, вот, если там поют, там, не там взяли дыхание, или филировка не там, смикшировали не вместе. Вот, такого вообще об этом даже не говорилось. Это было однозначно. Мы можем спеть начать акапелла и двойной дубль наложить в эту же самую акапеллу. И все сойдется. Вот, кто у нас писали, там и Бабушкин такой, Рафаилов там, значит, были. И Бабушкин писал. Да, Бабушкин гениальный человек вообще. Он же царство ему небесное. Царство ему небесное. Он гениальный человек был. Бабушкин, для непосвященных телезрителей. Это гений отечественной звукорежиссуры, который делал лучшие записи в Советском Союзе. Ну, так вернемся все-таки к вашему уходу из песнировки. Получилось так, что вроде как, кстати, художественный руководитель был у меня в ГИТСе, Шалевич Вячеслав. Гениальнейший человек, гениальнейший. Потом, кто со мной учился в группе? Клара Новикова, Рюмина, Бобрин такой был фигурист. То есть многие такие популярные. Да, Игорь Бобрин. А что вас потянуло на театральные подмостки? Вы же... Это не театральные, это как режиссер эстрады. А, режиссер эстрады. То есть я с широким профилем. Ага. То есть вы решили обеспечить себе пенсию... Это даже не пенсию. Режиссер просто интересный. Это безусловно много дало. Много дало. Много. Мы там какие-то спектакли, которые делали и в эстрадном направлении такие вот. Просто гениально. А Шалевич это просто гениальный человек. Я удивляюсь, он остался моим другом до сих пор и все. Я со всеми дружу. Вот. Слободкин там же ведь тоже. И в общем-то все люди какие-то сейчас. Вот много из моей группы. Они все устроены. Да, у песняров... К тому же еще в 90-х годах, в начале 90-х, в рубеже, может быть, начался такой творческий кризис. Потому что появлялось что-то другое в музыке. И наверняка возникали вопросы, как меняться или нужно ли меняться. Что делать, какие песни петь. И песняры уже переставали к тому времени играть ту роль, которую они играли там в 70-е годы. Это однозначно. Вы правы на все сто. Потому что, ну, хочешь не хочешь. Здесь вот именно мастерство долголетия, да, коллектива. Ну, еще никто не изобрел этого долголетия, правильно, до сих пор. Естественно, что возник кризис и того же жанра, и с репертуаром, и какие-то песни, например, начали звучать, которые бы я... Ну, для меня было бы даже стыдно исполнять, откровенно говоря. Да, это было. Но это же кризис, правильно? А как вы думаете, вот, ну, задним числом, хоть это может быть и некорректно, существовал ли выход для песниров? То есть что, не меняться вообще и ждать своего часа, когда неофолк, как сейчас говорят в мире, это же очень востребованная и популярная музыка. То есть многие ансамбли собирают большие залы, ездят по миру. И сейчас появись песниры на какой-нибудь американской, канадской, европейской какой-нибудь площадке с тем звучанием, с которым они выезжали в Америку в 76-м году, это был бы фурор. Я с вами согласен. Их носили бы на руках. Сто процентов, это может произойти. Еще мое такое, ну, это опять-таки мое мнение, что я считаю, если бы нам, прежде всего, материальная сторона была узаконена, не вот этого там, что там хватало. Ну, хватало, в принципе, мы не... Но то, что сейчас, как получают там песни-однодневки, там, или группы, там, очень много, они же миллионеры, фактически. Вот этого, это бы сохранило коллектив, сохранило бы все. Такой вопрос. Все-таки то, что вы делали, это для вас так бились ваши сердца? Или это вы просто брали холодно свою нишу, говорили, вот, мы будем исполнять вот такие-то песни, мы себе сделаем такие костюмы, мы будем красиво петь, и это будет нас кормить? Нет, мы об этом совершенно даже не задумывались. Не задумывались. Этот отпуск, который был сведен там 20 дней, 18. Поэтому для всех, именно золотого состава, это не то, что вот сейчас разорвали, там, копируют песниров, но это неплохо, пускай, бог с ним. Но не говорите, что вы там, мы песниры. Вот этого не нужно. Не было такого. Ну да. Не было. У нас иногда люди работали по два года, но это еще не значили, что они в песнярах. Собрался худсовет, так называемый, у нас, у нас было нелегально, 4-5 человек, вот, дадим ему возможность, пускай он всем раскроет, как аранжировщик, может, как певец он себя раскроет, пускай еще полгода работает. А сейчас все песниры. Я смотрю, вот такой вот список, вот, все песниры, понимаете, ну, не было такого, понимаете. Ну, это же тоже, как вот Мулявин ушел, так все и кинулись в разлад. А чем занимаются ваши дети? Они вообще слушают ли песниров? Они знают, что папа, ему 48 бутылок с шампанском в любом ресторане могли преподнести. Я им не навязываю своего папу, там, песнярского. Ну, они, в общем-то, так знают, но они, я решаю как-то привезти их сюда. Вот у меня старшая дочка, 26 лет, она как немножко модель, там, по Флориде даже в журналах, там, она университет закончила сейчас. И, как бы, помимо модели, вот она, она симпатичная такая, она сейчас занимается, дома, как бы, продает, там, моргичи выдает, там, вот эти, с банками работает. Хорошая специальность. Да, хорошая специальность, но пока еще не видим вот этих метитиней. Ничего, все будет нормально. А средняя у меня такая, она, я помню, с такого вот детства я писал неплохо сочинения, там, разные. Она у меня 18 лет, и после первого курса университета ее берут, там, 4 таких есть университета, где, как музыкальный критик, ее многие популярные коллективы присылают, там, приглашение на концерт. Она, как бы, ездит уже сейчас и будет учиться. А пацан у меня, ну, что он, он компьютерщик, и все, 12 лет, но он выше меня уже ростом, такой его пророчат в этот американский футбол, но я не хочу. Он чисто белорус, Данила, и все, вот так сказать. Надеюсь, что по-русски хорошо говорит. Они понимают, он, кстати, стесняется, что не очень говорит. Не очень говорит. Я поэтому хочу его привезти сюда. Здесь много родственников, много друзей. Пускай хоть посмотрят, что такое русская душа, что это такое значит. Они же там немножко, конечно же, все это, мы там общаемся, у нас свои тусовки, как здесь принято говорить. Вот, но вот такого вот, как раньше, мы, так сказать, вот элементарно, спокойно, вроде никого, ничего нету, заходишь на столе, все, начиная и кончая. И разница единственная, что, например, раньше собирались здесь, там, за какие-то там застолья, ну, это лет 15, там, покупалось две бутылки, там, два ящика коньяка, там, или водки, что-то. А там наоборот, на 40 человек, там одна-две бутылки коньяка, и все сидят и довольные. А вот по русской душе-то вы не скучаете? Есть ли в голове мысль с новым проектом приезжает к нам бывший песняр и дает концерты? И 48 бутылок шампанского в каждом городе. И уже, знаете, не советского, а, ну, такого, может быть, и другого. Ну, вот, в принципе, я сейчас так, техника позволяет, что не надо уже там возить там 7 человек, как раньше, да. А, в принципе, я выступаю, вот так сказать. Вот у меня завтра, почему я сегодня так резко уезжаю вечером, завтра в университете, значит, там, минут 40, так. Потом, значит, через день, там, сейчас же праздники города, там, в Беларуси много праздников. Вот, на славянский я не попадаю, потому что, ну, я случайный человек сейчас получился. А так там у меня уже еще концертов 6. То есть, я не хотел этого, а уже вроде как меня... Волна пошла. Да, пошла. Была разница между, может быть, в Беларуси на концерте принимали какую-то песню лучше, чем в Москве? Что-то было вот типично? Нет. На удивление, Москва принимала, Россия принимала лучше, чем в Беларуси. А Украина принимала лучше тоже, чем в Беларуси. А танцевали под какую песню? Вот, может быть, с мест поднимались и танцевали? Ну, а тогда были, помните, такие, так сказать, вот, песенка про гнома была вот такие. Каждый вечер и каждый восход там вот. Да, да, да. А в принципе, песнярские песни мы как-то изначально сказали себе, что не делать каких-то вот таких шлягеров, которые пелись бы в ресторанах. Мы как бы были на волне лидеров где-то, да, и должны были вести как бы. Ну, народ, он все равно такой, что его надо вести. Есть ведомые, и есть кто идет. И вот артисты сейчас в России ставили перед собой такие задачи, какие ставили перед собой песниры. Сейчас задача другая. Они говорят, сейчас другие задачи. Ну, а у вас получалось и вести, и в итоге, собственно говоря, ваши песни все равно, вся страна пела. Ну, слава богу, как-то так вот получалось, что, извините, и та же Белоруссия, и как-то вот эти самые, в общем-то, песни такого классического, в общем-то, стиля как-то. А даже в ресторанах заказывали вдруг ни с того, ни с сего. Какие песни до сих пор вами самые любимые, которые были самые главные? Вот вспомните, может быть, назовите. В песнярах? Да. Понимаете, я считаю и обожествляю, почему, так сказать, у нас получалось, что не просто вот песенки, а вот как композиции, которые у нас получались, и это синтез всего. Какого хотите направления? Нет проблем. Вот, у нас были, это перепелочка вот такая, значит, потом Ванька-Встанька композиция, которая шикарная просто, на стихии Евтушенко. Ванька-Встанька, которую надо восстановить, и вообще такого композиционного плана. А вот на чисто на американском зрителе, я думаю, действительно, вот песнярская старая программа пошла бы, как рано на Ивана, о, выше крыши. Что-то вот старой песнярской программе, опять же, возвращаясь, что-то, сейчас бы вы хотели бы изменить, что-то сделать, может быть, потяжелее, здесь что-то там еще как-то, или все-таки это было золотое сечение? Это было золотое сечение, просто вот это музыкальные инструменты, звуки новые, и сделать это более так, ну, раньше очень сложно было писаться, проникнуть на студию мелодия, это было вообще, практически только песняры, хотя изредка попадали, но из-за того, что много работы было, поэтому и сейчас мало хороших записей. А видеозаписей вообще мало, раз-два и обчелся. Жесткий Мулявин всегда говорил, если песни не хлопают, мы ее вычеркиваем из репертуара, и многие песни... Откуда вы все знаете? Вот работа такая. И многие песни, многие песни не то, что не сохранились в записях, они даже не сохранились в памяти публики, они сохранились в вашей памяти, но всегда, когда песняры выходили и давали залу свою музыку, мир вокруг песняров менялся, зритель погружался. И это было, вы говорите, синтез, а я, может быть, скажу, что это была настоящая музыка, которая на все времена с нами был, прекрасный музыкант, солист ансамбля песниры Анатолий Кашипаров. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.